Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Пругались с девушкой виноват я, так как побил её ни за что при братишке. Ну, здесь, пожалуй, для начала не совсем понятно при чьём братишке. Ваш или её. Вот. Это первое. Второе. А если вы, как вы говорите, сорвались, то наверняка у этого срыва были причины свои, я полагаю. Вы пишите, в принципе, что сорвались из-за своих проблем. А что это были за проблемы? Вот. Какого рода эта проблема? Проблема. Понимаете ли вы, например, что эти проблемы могут снова дать о себе знать, если вы, допустим, ничего не сделаете? Если вы не будете их решать. Если вы не будете их себе прорабатывать. Прорабатывать. Отдаёте ли вы себе в этом отчёт? Просто мне показалось, исходя из вашего текста, мне показалось, именно показалось. то, что вы как будто бы не очень, не очень отдаете себе отчёт в том, как работает, грубо говоря, причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь работает так, что вначале идут проблемы ваши и ваши отношения к, ну, к проблемам. Сначала. А уже потом идёт вся эта ситуация. То есть, просить, просить прощения, да? Это хорошо, конечно. А, ну, если вы, если вы просите прощения. Но, если вы не решаете проблему, которая у вас есть, допустим, например, ну, например, эмоциональная проблема, допустим. Например, внутренний конфликт, который у вас, судя по всему, в наличии, то, по большому счёту, ничего не изменится, если вы будете, ну, если вы с девочкой, со своей. А сейчас будете вместе. Вот. Вот это, пожалуй, то, что вам стоит для себя увидеть. Что вы не решаете, эм, проблему в сути своей. Вы не решаете проблему в корне своём. К сожалению. И это то, что является серьёзной проблемой, на мой взгляд. Ну, по крайней мере. Вот. И, соответственно, с этим, как мне кажется, в первую очередь и нужно работать. Ну, нам, вот, в данном случае, да, как психологам, если вы хотите на самом деле ситуацию как-то исправить, да, если вы хотите ситуацию как-то скорректировать и так далее. Опять же, я не знаю, да, вы спрашиваете, условно говоря, что делать. Что делать, что делать, чтобы что. Да. Вот. То есть, что делать, что делать, чтобы что. В итоге, в итоге, чтобы что. Чтобы девушка вас простила, например. Или чтобы вас простили её, там, не знаю, родственники и так далее. То есть, вот, опять же, момент здесь, он заключается-то в этом. Что делать, чтобы что. Что делать, для чего. Понимаете, понимаете, да? Там, какая, ну, какая шкука. Вот. Поэтому, я думаю, что начинать, вот, именно, именно, вот, начинать, Нужно, как раз, ну, как раз с этого, вот, именно, именно, начинать. Вот. Вот. А дальше уже. Дальше уже. Дальше уже. Смотреть. Как вы сами, ну, хотели бы, чего вы сами хотели бы, и как вы этого, хотели бы. Вот. Я думаю, такой, примерно, ответ вам можно дать. Сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения, вот, психотерапии. Совершенно очевидно, что над вами что-то добавляет. Совершенно очевидно, что что-то вас беспокоит. И, на мой взгляд, нужно, ну, постараться увидеть, а что же Apple. Вот. Нужно постараться увидеть, а что же Apple. Что ж вас беспокоит. Какую, собственно, ну, проблему, да, вы пытаетесь решить. Свою. Вот. Ну, ну, ведь, сорвались. Условно говоря, вы не просто так. Понимаете, да? И, соответственно, вам тяжело, я полагаю. Вам трудно, я полагаю, опять же. Вот. И простыми, ну, простыми примирениями, на мой взгляд, что нужно. Ситуация, ситуация здесь, здесь, ну, разрешить не получится. Вот. Простыми примирениями. Поэтому, что нужно? Работа над собой. Чтобы девушка увидела ваши реальные изменения. Чтобы девушка увидела то, что вы на самом деле меняетесь. то, что вы на самом деле, вот, ну, как-то, ну, может быть, они стали, да, стали другим, а вот, если можно так выразиться. Вот. И тогда у вас, на мой взгляд, появится шанс. Конечно, вам его никто не гарантирует. Это тоже очень важно понимать, что никто не может гарантировать вам, ну, что-либо. Никто не может гарантировать вам, что девушка захочет вернуться. Абсолютно. Ну, ну, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, попытаться вернуться. Она вполне себе мощна. Вот. Не думаю, не думаю, что будет что-то плохое. Если вы попробуете. Но если пробовать, то пробовать только для себя. Если пробовать, то пробовать только для самого себя. чтобы самому хотеть, опять же, чтобы самому хотеть ситуацию скорректировать. Ситуацию скорректировать. Потому что, например, вы не хотите жить так. Потому что, например, вы не хотите, ну, грубо говоря, срываться на девушку. Ну, и не только на девушку, например. Да, плюс, как бы, ну, допустим, на окружающих. Для этого нужно учиться решать свои проблемы. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать, ну, базовые постулаты. Для психотерапии. То есть, какие это были проблемы у вас, когда вы, ну, срывались. Вот. Что это были за проблемы у вас, ну, когда вы срывались. Вот. Из чего состоит, ну, опять же, конфликт ваш. Вот. И, собственно, я думаю, что если такая работа вами будет проведена, то, на мой взгляд, вы имеете все шансы на то, чтобы с максимальной для себя пользой повернуть эту ситуацию. То есть, грубо говоря, если у мамы девушки или там у ее брата остался к вам какой-то заряд позитива, то это обязательно себя проявит. Вот как-то, пожалуй, так. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова